Клип Димаша Кудайбергена попал в топ 25 лучших работ 2019 года. Знаменитый певец из Казахстана Димаш Кудайберген продолжает попадать во всевозможные подборки, топы и рейтинги по версии различных источников. Свой топ лучших клипов в ушедшем 2019 году по мнению звезд составил российский музыкальный телеканал. Один из клипов певца вошел в число 25 лучших. В рейтинге от российского канала Муз-ТВ свой выбор среди 100 клипов делали звезды эстрады. В масштабном голосовании клип Димаша на песню «Любовь уставших лебедей» занял 24 место. Информацию о позиции Кудайбергена в рейтинге предоставило фанатское сообщество певца во Вконтакте Димаш Кудайберген, Eurasian Fan Club. Клип на композицию Димаша представил культовый российский исполнитель 90-х годов, экс-участник и солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Шатунов отметил редкие качества голоса Димаша, способного петь в шести октавах, а также признался, что ему сразу понравилась работа, несмотря на то, что творчество Димаша для исполнителя в новинку. Сам же Кудайберген проголосовал за клип западной певицы Бейонс. Ему особенно понравилась экранизация песни «Спирит». Плюс к тому, казахстанец поведал, что ему очень нравятся многие песни и клипы певицы, назвал её очень талантливой. Положительно высказался о том, как Бейонс работает с преподношением материала. Димаш также отметил чёткую продюсерскую работу, заметную в её проектах. А теперь хочу сообщить о том, что по ссылке в описании вы можете приобрести тот самый сольный альбом Димаша, который за 37 секунд стал платиновым и за час трижды платиновым. В наборе идёт альбом, два CD-диска и шикарный плакат Димаша. Давайте поддержим Димаша, а также насладимся его прекрасным исполнением. Заказать можно с любой точки мира. Сделаем чудесный и самый лучший подарок себе или своим близким. Продолжаем. Димаш Кудеберген даст сольные концерты в России, Украине, Белоруссии, Германии, Чехии и Латвии в 2020 году. Димаш 16 февраля выступит в Краснодаре на сцене спортивного комплекса «Баскетхолл». А 20 февраля Димаш даст сольный концерт в Казани во дворце спорта «Татнефть-арена». Спустя три дня, 23 февраля, Димаш будет в Екатеринбурге. Он представит концертную программу в Конгресс-центре Международного выставочного центра «Екатеринбург-экспо». Накануне Международного женского дня, 7 марта, Димаш даст сольник в столице Латвии. Голос любимца публики прозвучит со сцены «Арена Рига». 9 марта фанаты Димаша съедутся в Москву. Казахстанец покорит дворец спорта «Мегаспорт». Здесь выступали такие артисты, как Билли Айлиш, Скриптонит. Проходила церемония Муз-ТВ-2019. Затем, 11 марта, Димаш впервые выступит в Киеве. На сайте по продаже билетов его концерт указан как сверхпопулярное событие. Вот что пишут. «Сольный концерт произведет на вас неизгладимое впечатление. Вы увидите эксклюзивное шоу, в котором отразится многогранный талант и история необычного артиста. Шанс услышать виртуозное владение голосом есть у жителей Германии и Чехии. Молодой талант с диапазоном 6 октав выступит с яркой программой «Арнау» 19 марта в Гамбурге на Берклей-карт-арена. Гастроли продолжатся в Дюссельдорфе. Здесь Димаш даст концерт 21 марта. Полюбившиеся песни Димаша зазвучат на Тип-спорт-арена в Праге 25 марта. А 29 марта певец вернется в Германию. На этот раз он споет в Штутгарте. В апреле 4 числа пройдет первый концерт Димаша на Минск-арена. На афише голос казахстанца называют «сенсацией». От себя хочу сказать, что график действительно очень напряженный. Что только не делает Димаш, чтобы радовать нас всех своими выступлениями. Желаю крепкого-крепкого здоровья Димашу и вам, мои родные подписчики. Поставьте лайк, пишите комментарии, буду читать. Не забудьте подписаться. Всех обнял!